Я не русская, я из Индонезии, и сейчас я хочу рассказать вам о моей стране. О своей стране с гордостью, так чтобы все на время окунулись в ее культуру и традиции, чтобы друзьям захотелось побывать в гостях и почувствовать гостеприимство каждого народа. Если вот молодая невестка, одевайте вот в капке, да. А это платье вот для маленьких девушек, вот одевайте. Ну у нас должна быть обязательно вышивка. А еще много самых разных украшений, каждый из которых несет свой смысл. Или вот головные уборы, тюбетейки и тахэ для мальчиков и младых мужчин, тильпек для уважаемого топмена. Национальные костюмы из России, Нигерии, Индии, Непала и многих других стран традиционно представили студента Арктического университета на празднике, посвященном Всемирному дню толерантности. А вот уже все вместе учимся танцевать. Перуанский вариант – бачата и сальсы. Поворот и раз, два, три, четыре, и два, и два, и два, и два, и два, и два, и два. Детям, студентам встречаться, встречаться разным культурам и узнавать друг о друге. Это такие мероприятия, такие форматы, которые позволяют узнавать о себе, и одновременно это те мероприятия, которые позволяют им дружить. Чтить традиции своего народа и с уважением относиться к обрядам и самобытности представителей других национальностей – к этому призывает День толерантности. Узнать больше друг о друге помогает и национальная кухня. Студенты сами приготовили угощение. У каждого блюда свой секрет. Девочки приготовили пятыр. Здесь у меня в руках два вида. Один с маком и один с мясом. С кусочками мяса и с бараним жиром. Это обязательно так. Очень вкусно получается. И у меня сейчас в руках ребята тут угостили индийским чаем. Очень потрясающе, бодрящий. В этом году в САФО возобновляет свою работу Клуб Интернациональной Дружбы. Его цель – межкультурное общение и интеграция иностранных студентов в университетскую среду. Это занимается, чтобы они познакомились с русской культурой, и тоже познакомились с русскими студентами. И мы хотим это сделать, чтобы мы построили дружбу между русскими студентами и иностранными студентами. Клуб находится на пятом этаже интеллектуального центра САФО. И записаться в него может любой желающий, вне зависимости от национальности, вероисповедания и знания русского языка. Алексей Макеев, Сергей Земских, Дмитрий Коротов. Медиа-центр САФО. Арктический мост.